Какой-то блаженный муж, который не пришел на Буле. Подождите, смотрите, Эпуреутхе, да? Вот это окончание, это пассивный аорист, пассивный, как будто бы его привели. Но дело в том, что этот глагол, Эпуреума, вам как бы хорошо знакомый, он имеет пассивную форму с медиальным значением в аористе. То есть он пришел, пришел Буле Асебон. Асебон, знаете, это в генитиве, в разительном падеже множественного числа, люди, это люди, нечестивые. Помните, такое у нас слово было Асебия, Эусебия. Эусебия – благочесть, а Асебия – нечесть. То есть это нечестивцы в генитиве. Который не пришел на собрание нечестивых людей. Да, и еще куда? А, да, дальше другую. Да. Да, и как-то и не находился, не появился эгистами. Да, не встал на... Ну да, не встал на дорогу грешников. Да. И не сел, не садился на какой-то стул чумы, какого-то тоже нечестия. Смотрите, Экатхессон, да, это ауэрист, видите, это сигма, да? То есть именно не сел, не уселся, а Лоймон, Лоймос – это чума, действительно, да. Катхедр – это какое-то, в общем, сидение какое-то. Да, какое-то скамья. Да, скамья, да, то есть наша кафедра, да, на скамье, и не уселся на скамью каких-то вот чумных людей. То есть я думаю, что он не сидит за одним столом с духовно больными, наверное, там, с вещами, с людьми. Позакону Бога воля его. Да, она в законе Бога, по закону Бога, Господа, да, воля его. Тхелема – очень важное слово для христианства впоследствии. Оно встречается много раз, например, у Игнатия Антиохийского Тхелема. Важное словечко. Оно и в Новом Завете само встречается. Так, и что дальше? И Мелетесе будет заботиться, да, по закону его днем и ночи. Да, запомните выражение, это было очень полезное для наших занятий. Днем и ночи. Гемерская иниуктос, да. Заботиться о, да, думать о, просто думать о. И знаете еще, что изучать? Наверное, я думаю, что днем и ночи он будет изучать закон его. Писание. Почему тогда? А почему тогда энтономо будет? Почему, как он может? А, или писание? Так, вот написано «ту стаде». Или он будет в волю Божьей изучать? Смотрите, ту стаде, да, то есть изучать энтони. То есть совершенствоваться в изучении закона. То есть днем и ночью он будет, в общем, читать книгу с большей буквы, в общем, скажем так, книги. Да. Еще хотел, знаете, что уточнить? Давайте мы уточним слово «лоимон», да, что оно означает именно в сектуагенции. Не уфагедиды, да, которые описывают чуму в Афинах, а именно здесь. Вот я открываю «лоим». Вообще даже у этого, у дворецкого, есть значение «опасный и вредный человек». Ну да. Оттенок понятен. Особенно если там «миском яисту» или «стал». А вот смотрите, какое интересное значение есть в этом словаре. «Лой мой» по множеству «разрушители» и даже те, кто совершает какие-то кражи. В общем, разбойники. Разбойники. А давайте теперь разбойники, негодяи, мерзавцы и так далее. А не просто эти самые зараженные ковидом, да. Так. Можно немножко перепросить, сказать, что за столом с разбойниками он не сел. Так. Да. Третье давайте. Ну да. И будет словно какая-то, я вот не понял, палка или какое-то срубленное дерево или просто дерево? Мне кажется, не обязательно срубленное. Это просто синоним «дэнго». Ага, все. Дерево какое посаженное? Ну да. Оно посаженное, и оно в движение... Парата с диексодус движется к воде, тянется. Нет, вы знаете... Или оно так посаженное возле выходов воды. Да, вот напротив каких-то этих самых диексодус. Он юданан, да. Мне так больше нравится. Рядом, напротив, каких-то вот таких вот потоков водных, да. Так. Ого... Не уверен. Досы будет давать плод его, НКРО, как я понимаю, вовремя? Ну, во время его, да. Да, во время его. И... В свое время, мы так говорим. В свое время даст плоды, да? Даст плоды. Даст плоды. Ага. И лист его, филанан, не будет нуждаться ни в чем, видимо. Подождите, подождите. Это другой глагол немножко. А, это другое. Вытекать, стекать. А, лист не будет падать. Да, апурэл. To flow from. To drop from. Видимо, я какое-то не то слово нашел. Значит, еще раз. И... Будет давать во время его плод его, и лист его не... Апуриас... Ну, не будет падать, а падать. Да, листва его не упадет. Да. Ага. И все? Да. А вот это вот оса с ан, это по скольку? Все то, оса, ан, пуе. Вот смотрите, ан надо соединить с глаголом пуе, который в конъюнктиве находится. Ан с конъюнктивом означает либо будущее время, либо итеративус какой-то, повторяющийся действие. А пуе, это по емой, да? Угу. Ну, делаться, да? Все, что он не сделает, я так думаю, надо... Все, что он не сделает... Все, что он не сделает, ну, как-то будет устраиваться. Ну, как-то в порядок какой-то приводиться. Да, да, вот есть глагол как отхэу доу, да. Вот я смотрю по словарю, да. Ну, в общем, to give prosperity. То есть, будет приводить к успеху. Угу. Все это будет успешным фантом. Все, что он не сделает. Так, давайте дальше. Ух, гуттос го асебейс, ух, гуттос а алегос го хнус, огонекриптей, го анемос, апопросопу, теж гэс. Экриптей. Экриптей. А, экриптей, экриптей, да. А вот здесь вот те асебейс, которые в первой строчке мы видели, которых мы видели в первой строчке в генитиве. Нечестивые люди. Да, 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 нечестивые люди. А, ух, гуттос просто не так, да? Не так? Да, не так. Да, не так. Не так, нечестивые люди, не так. Я бы сказал, ох, не так, не так. То есть, повтори это два слова еще раз, да? Для эффекта стилистического. Не так, нечестивые люди, ох, не так. А, да, да, да. Словно какой-то налет или пыль какая-то, которая, которую ветер, го, анэмусь, избрасывает с поверхности земли. Ну, или сдувает, скорее. Да. Кстати, обратите внимание, вот эта поверхность земли, это чисто библейское выражение. Но, естественно, его оригинал, как и оригинал этого псалма, написан на иврите. Так, где тут-то ук анастезонтай асэбэйс энэ крисэй, уде гамарталой энэ булэ дикайон. Поэтому они не будут воскресать на суде. Ну, нечестивцы вот эти. На суде, да, крисис. От какого глагола крисис, как вы думаете? Не помните? Не помню. Ну, был такой, да. Крино. Да, 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 говорили уже. Да, крино, так. Да, да, отделять, разбирать. Угу. Так, надо понять, что этот глагол получит, анастезонтай, что он в данном контексте означает. Тут знаете, какие значения? Что они, что ли, не выстоят? Не выдержат? А вы, как сказали, не воскреснут, да? Да, я думал, как-то... Ну, да, ну, не пойдут дальше вверх на суде. Можно пойти вверх, а они пойдут вниз. Условно. Ага. Давайте посмотрим латинский перевод. Ресургент. Ресургент. Не поднимется вновь. Ну, может быть, и воскресать, да. Не воскреснут, не поднимутся вновь, не возникнут вновь, не возродятся. А вот старый перевод, субстеру, то есть они именно не выдержат. Ну, вот как-то то ли не восстановятся, то ли не выдержат, то ли у него стоят, да, нечестивцы на суде. Так, и дальше стоят. И не грешники Амарталой на вот этом, видимо, опять обсуждении каких-то справедливых дикоя. Да. Ну, каких-то чтущих волю божью, собственно. Да, на совете благочестивых. Готи геноскей кюриус годон дикариан, кай годос осебон аполейтай. А Готи, как тут перевести лучше? Просто. Готи иногда может переводиться как потому, что поскольку. Не всегда, но... А, все, да, да, да. Поскольку Господь решает дорогу для чтущих законы, и дорога нечестивых людей, видимо, губит их, значит... А то как губится, скорее, да? Погибнет, да. Да. Потому что Господь знает путь благочестивых, справедливых, а путь, да, нечестивых, он погибнет. Я понял все, кроме вот этого глагола Анастаса Анастаса. Просто, наверное, нам не стоит его понимать по-христиански, потому что это все-таки Ветхий Завет. А что значит, они не выстоят? Ну, наверное, нужно обращаться к оригиналу. Мы же читаем все-таки перевод на греческий язык, да? Надо смотреть, что написано в треведерийском тексте.